Добрый вечер, Республика! С вами в студии Мадина Лайпанова. И сегодня я здесь не одна. Сегодня в гостях у меня присутствуют молодые, успешные профессионалы своего дела. Доктора Виктория Анзоровна Кубанова и Милкумян Элина Альбертовна. Почему мы их сегодня сюда пригласили? Неспроста 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с таким грозным заболеванием, как остеопороз. Основная цель данного дня – рассказать как можно больше информации населению о том, каковы причины этого заболевания и как проводится профилактика. Собственно, этим мы сегодня и займемся. Позвольте поприветствовать. Здравствуйте, дорогие наши гости. Хотелось бы сразу обозначить для наших телезрителей, что Виктория Анзоровна у нас врач-терапевт-ревматолог, а Элина Альбертовна у нас врач-эндокринолог. Сразу наверняка возникнет вопрос у многих, кто сейчас смотрит наш эфир, а почему же два этих специалиста сегодня у нас в гостях. Начнем, наверное, нашу все-таки беседу с того, что расскажем нашим телезрителям, что вообще за заболевание остеопороз и кто болеет чаще всего этой болезнью. Начнем с того, что остеопороз – это метаболическое заболевание скелета, которое характеризуется уменьшением минеральной плотности кости. И с одной стороны, это нечто физиологичное, к чему мы постепенно идем, и можем сказать, что это возрастные наши особенности, уменьшение костной массы. Но на самом деле это еще и тихая эпидемия, потому что остеопороза действительно стало очень-очень много, и не совсем в том возрасте, в котором он должен наступать, он наступает. А наступает значительно раньше, ввиду ряда определенных причин. Почему эпидемия тихая? Потому что нет таких клинических данных, нет симптомов каких-то. Когда мы, обучаясь в медицинских вузах, изучаем любое заболевание, мы учим его по схеме. Итеология, что вызвало заболевание, клиника, как оно протекает, патогенез, как развивается заболевание, ну и, соответственно, диагностика и лечение. И вот касаемо остеопороза, к сожалению, тут нет совсем никакой клиники. Это заболевание, которое не болит, которое никак не проявляется. А когда оно уже проявляется, считается, что уже упущено время, потому что проявляется оно переломами. И переломы не такие стандартные, так сказать, да, то есть, ну, грубо говоря, вот человек падает с высоты, там, второго этажа, не дай бог, конечно. Ну, травма, получается. Возникает перелом, это нормально, это, грубо говоря, физиологично. Что происходит при остеопорозе? При остеопорозе происходят низкотравматические переломы или низкофизиологические, так сказать. То есть, минимальное какое-то падение, падение с высоты собственного роста, и случается перелом. В каких-то очень таких тяжелых ситуациях, это вот подъем тяжести какой-то, чихание, сильный приступ кашля и прочее. И в этом случае могут быть как локальные какие-то ситуации локального остеопороза, ну, и далее уже системного, в более тяжелых и запущенных ситуациях. Ну, чем опасно заболевание, понятно, переломами, да, какими-то, ну, а это как-то может оказать влияние на внутренние органы другие, вот, важная жизнедеятельность, там, сердце или еще что-то, как-то оказывает влияние остеопороза? Ну, смотрите, если это связано с какой-то сердечно-сосудистой патологией, с сосудистыми катастрофами, например, вот тот же, да, какой-то инсульт, поражение спинного мозга, то, в первую очередь, это приводит к длительной иммобилизации человека. И в этом случае у нас развивается вначале локальный остеопороз и дальше уже развитие системного. И, конечно, будут страдать абсолютно все внутренние органы за счет обездвиженного и иммобилизированного состояния. Наверняка этот вопрос часто возникает у телезрителей или людей, страдающих остеопорозом. Кто же все-таки лечит это заболевание? Врач-ревматолог или все-таки врач-эндокринолог? Ну, вот буквально мы перед передачей, да, тоже начали с Ильиной Альбертовной об этом говорить. На самом деле, есть у нас, ну, то есть мы работаем, ни один врач не лечит пациента вот с воздуха. У нас есть определенные стандарты ведения пациентов, и у нас есть приказы, согласно которым, собственно, мы и лечим. И вот есть приказ 900Н, согласно которому все-таки терапию наблюдения пациентов и лечения пациентов с остеопорозом должен проводить врач-терапевт и ревматолог. Но это настолько заболевание обширное, что без помощи эндокринологов, специалистов по остеопорозу не всегда мы обходимся. Но в целом, вот мы пришли все-таки к выводу, что лечить остеопороз должен врач, который умеет это заболевание лечить. Ага, Элина Альбертовна, согласны ли вы с этим? Тут хотелось бы, да, сказать, что все-таки у эндокринологов в клинических рекомендациях тоже есть такое заболевание, как остеопороз. Я объясню почему, потому что остеопороз все-таки, нужно сказать, что он бывает первичный, как самостоятельное заболевание, и вторичный. И вот все-таки, когда речь идет о вторичном остеопорозе, тут же причины надо разобраться, из-за чего остеопороз возник. То есть вот у нас есть градация. Остеопороз первичный – это самостоятельное заболевание. Чаще всего это тот постменопаузальный остеопороз, о котором мы чаще всего говорим. То есть 85% остеопороза – это, в принципе, первичный остеопороз. Самостоятельное заболевание связано с постменопаузой, с периодом постменопаузы. То есть, как Виктория Анзорова сказала, с одной стороны, физиологичное течение и развитие остеопороза физиологично. Далее я объясню почему. И у мужчин старше 50 лет – это тоже остеопороз, связанный. Ну, не совсем норма, а течение такое физиологичное. И еще к самостоятельному заболеванию, к первичному остеопорозу, относится ювенильный остеопороз. Это остеопороз у детей до 18 лет. Ну, слава богу, он встречается редко, но это бывает, да. И второй – это у нас, получается, идиопатический остеопороз. То есть это у женщин до наступления периода менопаузы, и у мужчин до 50 лет. Вот если мы говорим о постменопаузальном остеопорозе, эндокринологи тоже его лечат. То есть в клинических рекомендациях… Я только понимаю, гормонами. Вот, нет, неверно. Все-таки мы придем сейчас к тому, что почему постменопаузальный остеопороз возникает. Вообще, нужно сказать о том, что темпы снижения минеральной плотности костной ткани, они у женщин гораздо выше, чем у мужчин. Потому что это обусловлено дефицитом эстрогенов. Но вернемся чуть-чуть к физиологии. У нас набор костной массы происходит в детском и подростковом возрасте. Пик костной массы – это 20-30 лет. К 35-40 годам уже заканчивается набор костной массы, да, это вот самый-самый пик. И далее идет постепенное снижение минеральной плотности костной ткани. Вот, в период постменопаузы эти темпы снижения минеральной плотности костной ткани, они выше именно за счет снижения эстрогенов. Тут, если мы говорим о профилактике, вы верно говорите, да, гормоны, заместительная гормональная терапия у женщин, если необходимо, у мужчин, она может действительно сыграть огромную роль в профилактике остеопороза. Но этой все-таки минеральной гормональной терапией занимаются врачи-гинекологи. Ага, у нас появился третий специалист. Все-таки мало врачей мы сегодня сюда пригласили. Вот, так как именно гинекологи владеют методом назначения заместительной гормональной терапии, и, в принципе, эндокринолог без гинеколога это не может сделать. Да, эндокринолог может назначить заместительную гормональную терапию мужчине, но, как правило, у нас это делают урологи-андрологи, потому что препараты эти рецептурные. Вот, и далее что хочется сказать, что сам остеопороз имеет много факторов, которые на него влияют. То есть это не только период менопаузы, да, то есть дефицит эстрогенов, как считали ранее. Это еще и уровень витамина D, уровень фосфорно-кальциевого обмена, это соматотропный гормон, это паратериоидный гормон, это гормоны щитовидной железы, это старение человека, то есть индивидуальная продолжительность жизни. Очень много факторов, которые влияют, в том числе образ жизни, на то, разовьется у пациента остеопороз, насколько быстро он разовьется, так сказать, или не разовьется. Я правильно понимаю, что остеопорозом все равно в любом случае человек рано или поздно заболеет? Ну, с возрастом. Или может такое не быть, да? Не совсем. Вообще, как мы пришли, почему так стало, как сказать, популярным, почему, да, стало это заболевание? Потому что раньше с ним встречались значительно меньше, реже, потому что продолжительность жизни у человека была совсем другая. И вот Елена Альберта сказала, да, моменты кости образования у нас в течение всей нашей жизни кости и образуются, и разрушаются. Просто если в молодом возрасте до 25 лет кость образуется больше, чем разрушается, с 25 до 50, ну, примерно, это приравнивается, то есть столько же, сколько образуется, столько разрушается. И после 50 лет уже идет совсем обратный процесс в клетке, которые разрушают кость. Их значительно больше, чем клеток, образующих кость. И раньше, если продолжительность жизни была, ну, около 50-60 лет со остеопорозом, просто человек или не успевал встретиться, или успевал, но не успевал получить переломы, и тем самым просто вот... И он не был зафиксирован. Да, не симптоматически, да, протекало заболевание. Понятно. Сейчас, благо, ну, вот продолжительность жизни, она в разы увеличилась. И плюс, ну, вот очень много кого, сопутствующей какой-то патологии, того же ожирения, тех же воспалительных заболеваний кишечника, билярной дисфункции. А на Кавказе, так это вообще регион, который питается высокоуглеводной пищей. И тут, то есть, ну, вот встречаются все наши неблагоприятные факторы, вот которые только можно представить. Ну, наверное, самый главный вопрос все-таки, как предотвратить? Можно ли предотвратить остеопороз? Или просто только замедлить его развитие? И еще вот очень интересно, как все-таки понять, что у тебя есть такая болезнь? Потому что, сказали, бессимптомно ничего не болит. Пока вот что-то не сломается, ты, получается, не поймешь, что у тебя остеопороз. Но опять-таки я вернусь к тому, вот когда мы изучаем любое заболевание в медицинских вузах, есть такое понятие «хабитус», то есть внешний вид больного. И это очень запоминающе. Вот на каждое такое заболевание нам приводили какой-нибудь такой запоминающийся пример, и это просто откладывалось в сознании. И вот если хотите представить примерно внешний вид больного остеопорозом, вспомните Елизавету II. Это вот типичная просто картина пациента. Если вот заподозрить у себя остеопороз, да, или приближающийся остеопороз, как это можно сделать? В первую очередь уменьшение роста. То есть если человек теряет резко 4 сантиметра роста... Можно потерять 4 сантиметра? Или за последний год, 1 год, 3 года, 2 сантиметра. Да, 2 года, 2 сантиметра за год, или же 4 сантиметра резко по сравнению со своим идеальным ростом. Идеальный рост считается тот рост, который у каждого из нас был в 25 лет. И вот если происходит вот такое снижение, ну как бы надо задуматься. Потом есть еще вот такой нехитрый лайфхак, так сказать. У нас у всех своя конституция, но примерно среднего размера ладошка. И вот когда человек стоит, стоя наша ладонь должна помещаться между гребнем подвздошной кости и нижним ребром. И вот если у вас вдруг ладонь по какой-то причине туда не помещается, или же раньше помещалась, а сейчас нет, вот тогда тоже есть... Это где-то на талии, да, я так понимаю? Да, вся талия должна у нас помещаться вот сюда. Сразу так проверим. Понятно. А вот именно предотвращение остеопороза. Вот если пока что вроде бы нет симптомов, как-то можно себя, я не знаю, побольше кальция пить или витамины? Давайте об этом расскажем нашим телезрителям. Ну, если мы говорим о профилактике остеопороза, вот как Виктория Анзоровна сказала, первое, это изменение образа жизни. Вот про ожирение. Она же не просто так затронула тему ожирения. То есть у нас высокоуглеводное питание, поэтому очень много лишнего веса. Один из факторов риска модифицируемых, то есть изменяемых, это ожирение. Не допускать ни резкой потери массы тела и не иметь избыточную. Это будет одно из мер профилактики. Второе, если мы говорим о периоде менопаузы, обратиться к гинекологу, гинекологу-эндокринологу, который, возможно, вам назначит менопаузальную заместительную гормональную терапию. Не тогда, когда вы уже, допустим, в периоде менопаузы 10 лет, то есть женщина в 60 лет, там уже профилактики менопаузы не будет. То есть в период перри менопаузы обратиться на консультацию гинекологу-эндокринологу и эндокринологу. Если будут показания, вам назначат заместительную гормональную терапию и не будет противопоказаний. То же самое и мужчин. То есть 50 лет, обращаемся к урологам-андрологам, возможно, и им назначат заместительную гормональную терапию. Это будет одно из профилактик остеопороза. Второе, конечно, как вы сказали, прием препаратов кальция. Вообще кальция мы должны получать из еды. У нас с этим на Кавказе все в порядке, то есть айран, кисломолочное у нас в достаточном количестве. Я извиняюсь, вот сейчас часто говорят, что молочка – это табу. Смотрите, Виктория Анзоровна на это хорошо, наверное, ответит. Смотря кому, как и когда. То есть не всем подряд и одинаково. То есть это абсолютно неверное утверждение, почему сейчас идет персонализированная медицина. Потому что, наконец-таки, мы все поняли, что мы все индивидуально устроены. Мы совершенно разные. Поэтому не всем, не всегда. Мы кальций все-таки должны получать из еды. Разные порции разных продуктов кисломолочных у нас в рационе должны быть. И этого обычно бывает достаточно. При условии нормального уровня витамина D. Потому что витамин D нам нужен для нормального всасывания кальция в кишечнике. Поэтому витамин D мы принимаем извне. Дозу в идеале подбирает врач. Может врач-терапевт-травматолог подобрать, может эндокринолог. Но в дозе до 1000-2000 мы можем просто вслепую наслечать витамин D. Взрослому пациенту абсолютно спокойно. Учитывая тот регион, в котором мы живем. То есть до 2000 можно принимать без какого-то лабораторного контроля. То есть сейчас наши телезрители услышали, они могут пойти купить витамин D2000 и каждый день в качестве профилактики принимать спокойно. Конечно, к сожалению, они пьют гораздо большие дозы, потом резко прекращают, потом опять начинают. То есть это как бы не дело. Витамин D нужно пить регулярно. В дозе 1000-2000 это профилактическая доза. Если у вас есть дефицит, конечно, это уже совсем другая история. Тут подбирает уже в зависимости от того уровня дефицита, который есть, уже врач необходимую дозу. А кальций как, вот если сейчас же модно, вот БАДы принимают. Как человек вот себе правильно должен назначить, ну вернее врач, исходя из чего он назначает? Ну, существуют определенные суточные нормы кальция. Но если мы говорим о лечении остеопороза, мы же говорим о препаратах, которые мы будем назначать. Там препараты разных групп бывают. Есть препараты, которые влияют на кости образования, и это антирезерптивные препараты, и анаболические. То есть, например, если мы говорим о таком препарате, как, допустим, золендроновая кислота, да, это бисфосфонаты. Мы в любом случае тут назначаем препараты кальция, потому что там кальций будет на фоне лечения бисфосфонатами падать в крови, потому что он весь уходит в кость. Понятно? То есть, вот поэтому тут все это невозможно сказать, да, вот всем дать одну и ту же рекомендацию. Мы, например, почему вот такой спор возник, кто лечит, терапевт, ревматолог или вообще эндокринолог, потому что часто пациенты в постменопаузе, которые обращаются с остеопорозом, они имеют дефицит витамина D, на фоне этого дефицита витамина D падает кальций, и растет парадгормон компенсаторный. Это состояние называется гиперпаратириоз вторичный. Это должен скомпенсировать в идеале врач-эндокринолог, и только потом капать залендроновую кислоту, желательно в дневном стационаре, под контролем врача-эндокринолога или ревматолога. Не могу все-таки не вернуться к этому вопросу насчет молочки, мне кажется. Очень многих интересует этот вопрос. Кальций нужен, это понятно. Нас с детства воспитывают, что молоко, творог, сыр – это кальций. Все-таки кому можно, кому нельзя. Ну, смотрите, в последнее время стало настолько популярным отказ от молочной продукции, непереносимость глютена, белка коровьего молока и так далее. На самом деле, вот как объяснить, это тоже физиологичный процесс. Вот у ребенка ферменты, которые расщепляют молочные продукты, их много. Поэтому, когда ребенок в детстве не переносит молоко, это патология. У человека с возрастом ферменты, которые расщепляют, они снижаются. И это нормально, что мы молоко в более старшем возрасте переносим значительно хуже, чем в более младшем или в детстве. Это физиология. То есть так должно, в принципе, быть. Вот та картина о непереносимости глютена, ну, я думаю, что она немного раздута еще ввиду не только того, что у нас ферменты снижаются. Это все связано с тем, что, ну, в какое время и в каких условиях мы живем. То есть сейчас не обрабатываются земли так, как обрабатывались раньше. Та же самая рожь, пшеница, овес и прочее. То есть это все идет еще из вот этой глубины. Поэтому человеку, среднестатистическому обычному, ну, в дозе 1000-1500 миллиграмм кальций нужен ежедневно. Это действительно должно быть с продуктами питания, потому что ни один лекарственный препарат и витамины, и БАДы в том числе, они назначаются на пожизненный прием. И как только мы эти БАДы уберем, мы должны понимать, что человек компенсаторно должен их из еды получать. Но тут еще проблема в БАДах в чем? Что человек просто видит красивую упаковку БАДа. Маркифинг. Да, в лучшем случае он смотрит хотя бы какая там дозировка и приобретает. Но чаще всего надо смотреть не на дозу, не на обложку, не на внешний вид фасад, а именно на то, какая форма. Вот если говорить конкретно о кальции, ну, лучше кальций – это цитратная форма. Триофосфаты кальция – тоже хорошая форма. Чаще всего у нас в аптечной сети глюканат кальция. Глюканат кальция мы, в принципе, не назначаем по рекомендациям. Мы можем назначить, ну, там, это совсем маленькая такая ниша пациентов, и там огромные дозы. То есть, ну, такое количество таблеток в день пить, ну, это чисто психологически, ну, как бы совсем… Тяжело, да? Поэтому тут очень важно, если человек вот совсем отказывается… Ну, есть люди, которые не любят молочную продукцию. Есть люди, которые осознанно выбирают путь вегетарианства. Такое тоже есть. Мы воздействовать психологически на человека не можем. То есть, вот заставить его есть, пить и прочее. Тут надо просто самому человеку понимать, что если ты вот это убираешь своего рациона… Надо компенсировать. БАДами, витаминными комплексами, ты периодически будешь к этому подходить и восполнять эту дотацию, которая нужна. Нужно помнить, что БАДы – это биологически активная добавка к пище. И основа – это пища. Если питание разнообразное, если оно полноценное, как правило, дефицитов микроэлементов не происходит. А если мы целый день хотим в течение дня, да, есть только булочки и сладкое, кофе, чай с сахарком, то нам и неоткуда взяться этим микроэлементам. Почему, говорят, правило тарелки, разнообразная тарелка, чтобы разных цветов, фруктов или овощей там лежали? Для того, чтобы получить достаточное количество микроэлементов. И вернусь к БАДам и скажу о них, к сожалению, вот такое бесконтрольное потребление биологически активных добавок тоже может приводить к остеопорозу. Например, избыток витамина А. Это один из факторов риска развития остеопороза. Медицина не стоит на месте. Каждый раз появляются какие-то новые лечения, новые лекарства. Вот как вы считаете, лечение остеопороза за последние 5-10 лет, оно шагнуло вперед или все-таки нет? И возможно ли полностью вылечить все-таки остеопороз? Или это не важно? Обнозначно, да. Вы знаете, нужно сказать, что из всех методов вообще диагностики остеопороза, кроме, как Виктория Анзоровна сказала, когда уже есть патологический перелом, у нас есть самое важное, единственное, достоверное, показывающее, что снижена минеральная плотность костной ткани, это рентгеновская двухэнергетическая денситомедрия. Вот это единственное исследование, которое может показать, что да, остеопороз есть на этапе, пока нет патологического перелома. Когда патологический перелом уже есть, да, такие пациенты часто обращаются, да, к травматологам, к ревматологам. Когда есть перелом, можно уже и по рентгенографии, по МРТ, и по КТ диагностировать. Но очень часто пациенты пугаются. Вот они получают свое описание МРТ, КТ, видят там остеопороз, описание остеопороза, и все, они прибегают просто вот в панике, у меня остеопороз. Это еще не говорит о том, что это заболевание есть, но и, к сожалению, не исключает. Вот, и в зависимости от уже данных того, есть ли перелом или перелома нет, и только изменения, которые видны на рентгеновской денситометрии, мы подбираем лечение по остеопорозу. Первая группа – это вот бисфосфонаты, про которые я сказала. Вторая группа – это, которыми часто пользуются препаратами ревматолога. Ревматологи-деносома. Роли – это излюбленный препарат ревматологов. Но на самом деле, я знаете, что хочу отметить? Я называю остеопороз очень благодарным заболеванием. Интересно. Вот если его грамотно, верно, компетентно лечить, он действительно поддается терапии. При условии, что лечится, естественно, если это постменоползальный, или лечится совместно с эндокринологом, гинекологом, лечится параллельно причина, которая это вызвала. В этом случае проблем нет. На сегодняшний день, ну, как бы медицина действительно хорошенько вперед шагнула, и остеопороз на сегодняшний день излечим. И третья группа препаратов – это анаболические препараты, это терипаратит. Это когда уже у пациента два и более компрессионных перелома тел позвонков или предшествующая терапия бисфосфонатами или же деносумабом, да, проли, неэффективна, тогда мы уже прибегаем к терипаратиту. Ну, это чтобы наши зрители поняли, вот я объясню так. Вот у нас есть клетки, которые разрушают кровь, простите, кости. И есть клетки, которые способствуют росту кости. И вот все препараты, без исключения, они делятся, или же они увеличивают эти клеточки, которые способствуют росту кости, или же они замедляют процессы и образование вот этих клеток, которые кость, собственно, и разрушают. И вот на этом и делится лечение. И на сегодняшний день эти препараты, как Виктория Анзурна сказала, благодарные заболевания, действительно хорошо работают. Еще такой вопрос по рекомендациям немножечко. Вот говорили об образе жизни, что, да, нужно следить за весом. А вот, может быть, физическая активность какая-то особенная должна быть? Как вот совмещать, можно ли делать при остеопорозе какие-то физические упражнения, нагрузки или не стоит? Потому что многие все равно боятся, да? Это то, что не любят наши пациенты. То есть вот я как врач-ревматолог на приеме, первое, что я говорю человеку, как лечится остеоартроз, да, вот первый принцип терапии остеоартроза – это движение, ходьба. И пациенты не хотят меня слышать, то есть хотят какую-то таблетку волшебную, которая снимет боли. Ну типа двигаюсь больно, говорят. На самом деле тут речь идет не о каких-то силовых там нагрузках или чем-то, это идет об обычной физической активности. То есть без ходьбы не будет нарастать у нас минеральная потность кости. И как раз таки она и будет уменьшаться, если человек длительно обездвижен, иммобилизирован и так далее. Поэтому первый принцип – это все-таки движение. Движение должно быть. Ну мы сказали о том, что, как правило, болезнь, она развивается более в старшем возрасте. Тем не менее, вот если человек молодой заподозрил, как вообще можно диагностировать данное заболевание у себя? Ну диагностировать вот четкие критерии мы можем, вот как сказала Алина Альбертовна, по рентгеновской денситометрии. Но если вдруг у нас уже случились какие-то осложнения в виде переломов, то диагноз считается достоверным и по рентгену, по компьютерной томографии, и по МРТ. Еще в нашей практике мы активно используем ФРАКС и НДЭКС, но не у всех пациентов. То есть это все-таки пациенты, у которых пока еще не было, не случилось никаких переломов. И почему он столь часто и активно используется ревматологами? Ввиду своего удобства. Да, и в принципе, любой наш зритель может сейчас вбить в любом поисковике ФРАКС, и ему выйдет определенный калькулятор, в который ты вбиваешь свои данные, и там выйдут две такие вот важные цифры для диагностики. Первая, она будет говорить о том, о риске переломов в течение ближайших 10 лет. И вторая цифра будет говорить о риске перелома шейки бедра. Это вот самое такое грозное осложнение остеопороза, которое может быть. И, соответственно, если эти цифры у нас велики, коэффициенты высокие, диагноз остеопороза имеет место быть. То есть мы не ждем тут никакую денсистометрию, не проводим ее, и начинаем где-то профилактику, где-то уже лечение. Вот еще есть такое понятие, как локомотивный синдром. И вот он будет интересен, наверное, нашим зрителям тем, что его можно вообще вот в домашних таких условиях самим провести. Первое, вот самое легкое, наверное, это измерить свои два максимальных шага. Вот сделать два шага, и если вдруг они меньше от одного до трех метров, то, скорее всего, остеопороз уже имеет место быть. Извиняюсь, от одного до трех, в смысле, меньше трех метров, если шаг, то? Да, да. То есть максимальный шаг человек? Два шага. Человек делает два шага, и в сумме они должны быть... Больше трех метров. Да, не меньше трех метров хотя бы. И, ну, второе немножко такое затрудненное, наверное, такая диагностика будет. Там нужны три лавочки или три стульчика, и высота у них должна разниться по 10 сантиметров, 40, 30, 20. И человек начинает садиться вначале на самую низкую, встает одной ногой, если получается... Двумя ногами, если не получается, встает одной ногой. И максимум, то есть человек должен с самой низкой скамеечки, стульчика, суметь встать одной ногой. Это говорит о том, что никакого остеопороза и близко нет, и с минеральной плотностью кости у человека все нормально. Ну и дальше там есть определенные таблицы и схемы, по которым риск остеопороза выставляется. Еще кому можно заподозрить остеопороз? Мы же не только постменопаузальный остеопороз, да, обсуждаем, но еще и вторичный, про который мы говорим. Пациенты, которые длительно принимают некоторые лекарственные средства. Это, например, часто используемые ингибиторы протонной помпы, обарбитураты, противо. А ты сразу скажи про ингибиторы протонной помпы, потому что, вот мы так говорим, это не совсем понятно, а для массового зрителя амепрозол. То есть это просто... Да, всеми любимые амепрозолицы. Да, ну ты же. Пич, вот у меня, например, на приеме пациента, я с утра просыпаюсь, пью амепрозолицы, пью амепрозолицы. Мы сейчас говорим про длительный прием препарата. Препарат восхитительный. Пока его не существовало на нашем фармрынке, нам нечем было лечить язву. То есть это препарат, который действительно великолепно рубцует эрозии, рубцует язвы. До его появления, как лечили язву, их просто оперировали. Удаляли этот язвенный дефект и все. И с появлением амепрозола, конечно, ну как бы мы шагнули вперед, и этот препарат реально можно принимать столько, сколько он необходим. Но в первый же день, когда его можно отменить, препарат отменяется. Потом барбитураты, противоэпилептические препараты, антидепрессанты, тоже часто назначаемые, да, особенно после периода коронавирусной инфекции. Много молодых пациентов, кто принимает антидепрессанты. Кроме этого, литиокарбонат, гонадотропин-релизинг гормон, ингибиторы ароматазы, проще скажу, тамоксифен часто назначаемый. Уже очень много пациентов. Да, много пациентов, кто принимает антидепрессанты. Я как будто сейчас в аптеке сижу и не знаю всех этих препаратов. Это важно, важно, чтобы наши пациенты нас слышали, потому что многие принимают эти препараты и ни разу не обследовались и не выполняли рентгеновскую денситометрию. Это доступное вообще исследование? Да, хочется еще сказать про глюкокортикостероиды. Глюкокортикостероиды 5 мг преднизолон, более 5 мг в сутки на протяжении трех месяцев. Часто, кстати, ревматологи назначают этот препарат. Да, это, кстати, ВИЧ, например. И нужно делать рентгеновскую денситометрию. Вот если бы могли потенциальным своим пациентам сегодня сказать, что бы сказали. Я бы хотела посоветовать вот что. На самом деле здоровье – это такой бесценный дар, данный нам Богом. И настолько это важно и нужно. Я считаю, что мы действительно будем в ответе и спрошены за свое здоровье. Хочу дать только один совет. Берегите себя и свое здоровье. Благо, мы живем в стране, в которой с легкостью можно обратиться в поликлиники, в клиники, профилактически обследоваться и получить те или иные рекомендации. Потому что у меня есть ряд пациентов, которые живут где-то в Европе, в Америке, приезжают. Слышали с нами, что тяжело там. По каким-то моментам приезжают и обследуются здесь. Потому что, например, у меня была пациентка, которая живет в Риме. И она говорит, что у них нет такого, вот у тебя что-то заболело, взять и пойти в поликлинику. Потому что у них нет этих поликлиник. То же самое с Америкой. То есть там попасть на прием к семейному врачу, это надо такую очередь там выждать и прочее. И это все очень сложно. Ну, давайте пользоваться теми благами, которые у нас есть. Действительно, это же так легко. Специалисты обучаются на это годами, чтобы суметь помогать. Все-таки наша профессия, она прослужение. Мне хочется сказать, что нам всем нужно научиться распределять приоритеты. Вот когда мы куда-то гонимся, мы должны понимать, зачем мы гонимся. Если на первое место мы все поставим себя, мы начнем со своего здоровья, со своего внешнего вида, со своего внутреннего ощущения. Все это на самом деле очень важно. Вот все начинается с приоритетов. Первое — это вопрос дисциплины. Дисциплинируйте себя, свою жизнь. Выделите на себя время. Тогда начнется профилактика. Если будет профилактика, будет меньше болезней. Когда уже не избежать приема лекарственных препаратов. Нужно помнить, что любой препарат, который мы принимаем, мне пациенты часто спрашивают, а у него есть побочные эффекты, у любого препарата есть побочные эффекты. Если вы уже, ну, так сложилось, что вы встали на тропу лечения, именно медикаментозного лечения, нужно спрашивать у врача, какие побочные эффекты, как избежать, ну, сделать хотя бы меньше выраженность этих побочных эффектов. Как профилактировать ту или иную ситуацию. Интересуйтесь. Как Виктория Анзоровна сказала, вы в ответе за свое здоровье. То есть вы в первую очередь должны быть заинтересованы в себе сами. А мы очень будем стараться развиваться, расти в своих знаниях, чтобы приносить пользу. Поэтому я думаю, что действительно у России будущее большое в плане медицины, у Карачаева-Черкесии, я не то, что хвалю нас, потому что мы работаем в Карачаево-Черкесии, но я могу сказать вам, что на самом деле медицина и в нашем регионе пошла вперед. Это факт. У нас есть и приезжие врачи, кто приезжает, нас консультирует, и нам есть на кого равняться. Мы смотрим, мы тоже растем. Есть и мы, местные врачи, кто тоже стараемся развиваться. Поэтому начинайте самих себя, расставляйте приоритеты. Вот это единственное самое важное, что хочется сказать. Что ж, дорогие мои сегодняшние интереснейшие гости. Виктория Анзоровна, Елена Альбертовна, я хотела бы поблагодарить вас за такой содержательный, я бы сказала, даже, наверное, поучительный разговор. Сегодня я лично много нового узнала о таком заболевании, как остеопороз. Я думаю, что и наши телезрители вынесли для себя что-то новое и полезное. Хотелось бы поблагодарить за эту беседу, пожелать вам успеха в вашей жизни, в вашей деятельности на благо общества Карачаево-Черкесской республики. Спасибо, что пришли. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Напоминаю, это была программа «Добрый вечер, республика». Увидимся совсем скоро. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»